С 2016 года зеркало сцены является профессиональной премией и вручают ее за творческие достижения в области театрального искусства в Рязанской области. В Рязанском зеркале сцены отражается лицо современного театра, а театр сегодня очень популярен. Куда бы ты ни поехал теперь, в любом маленьком или немаленьком провинциальном или столичном городе, люди говорят, что никогда такого не было, чтобы сегодня только вывешивали театр и объявления о начале продажи, на другой день все билеты были сметены. И, допустим, когда зимой приехала в Петрозаводск, они просто недоумевали, они не понимали, что происходит и как им вообще с этим взаимодействовать, потому что нет билетов и все, люди атакуют, когда будут, когда спрашивают. Профессиональный театральный критик Марина Александровна не случайно в Рязани. В составе жюри только профессионалы, не имеющие отношения к Рязанским театрам, что позволяет максимально непредвзято и объективно выявить победителей в номинациях. Девять лет назад это была идея Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей России и руководителей наших государственных театров Рязанской области. Это был 2015 год, а уже через год у фестиваля появился статус. Он стал областным театральным фестивалем «Зеркало сцены» и был поддержан правительством Рязанской области. И восьмой год он действительно существует в статусе областного театрального фестиваля. В настоящее время мы с вами будем смотреть в этом году 10 спектаклей, чудесных спектаклей четырех наших государственных театров. Мы будем, не мы, а члены жюри будут присуждать 20 наград, 20 номинаций у нас в этом фестивале, которые подтверждены денежными премиями. В рамках фестиваля каждый театр покажет по несколько спектаклей. Три спектакля от театра «Кукол», «Лето на память», «Трио поросят» и «Сон в летнюю ночь». Три спектакля от театра «Драмы», «Доходное место», «Двенадцатая ночь» и «Кто здесь». Музыкальный театр и театр на Соборной представили на суд по два спектакля. Кто выиграл от всей этой сложности в современной жизни – это театр. Театр в Москве. Марина не даст мне соврать. Залы полные даже тогда, даже те, в которые не очень ходили, где не очень, ну скажем так, высокого класса трупа и высокого класса продукция. Я думаю, что я как раз приехала вот некоторое время назад из Архангельска и из Ярославля, где битковые залы совершенно, и это не может не радовать. Это просто прекрасно. Это прекрасно. Люди пошли в театр. Ну и, конечно, апофеозом фестиваля станет церемония награждения, которая всегда проходит как грандиозный праздник. Будут сюрпризы, конечно же, наша церемония никогда не проходит без сюрпризов, поэтому вы увидите и медийные лица, и мы всегда такую сохраняем интригу по поводу ведущих церемоний. Состоится церемония награждения победителей 16 октября в Театре драмы. И это всегда яркое мероприятие посетить, которое непременно стоит. В этот раз вернется ковровая дорожка, которой несколько лет подряд не было, а сама церемония пройдет в формате школьного выпускного в честь года педагога и наставника.